Игромания представляет выпустила всего три проекта, но зато каких! Сначала был мрачный и давящий Arx Fatalis, потом вышел эпический Dark Messiah of Might and Magic, а третий выстрел стал пушечным. В 2012 году Arkane выпустили Dishonored, которая всего за несколько недель вывела студию из полузабытых в ряды лучших мировых разработчиков. Стиль Arkane Studios всегда включал в себя то ли неопределенность, то ли наоборот попытку взять все лучшее сразу от нескольких жанров. Их первый проект заманил игроков в настоящую ловушку. Последний бастион, он же Arx Fatalis, рассказывал трагичную историю мира, вынужденного уйти под землю из-за катастрофы с солнцем. Она могла бы стать культовой, но, увы, не вышла. Пока Амшигар пробирался сквозь хитроумные интриги и Сербиуса, мелкие недостатки геймплея вызывали негодование геймеров. Порой хотелось бросить мышку куда подальше и забыть про эту игру, но не получалось. Подземелья Экзоста покоряли, а в мрачную атмосферу РПГ хотелось погружаться даже с условием местами неудобного геймплея. После выхода игра мгновенно стала номинантом на лучшую ролевую игру года сразу у нескольких авторитетных игровых изданий, но потерялась на фоне общепризнанных шедевров 2002 года. Не до конца обследованный Вандерфелл в Моруинд манил на новые подвиги, но на горизонте уже маячили вторая Готика, Варкрафт, Хитман и герои меча и магии. Последняя игра, кстати, сыграла свою роль в будущем французов. Неунывающие леонцы решили совершить небольшую революцию. На нее им понадобилось четыре года. Встав на серьезные рельсы движка Source, на котором, к слову, был построен эталонный Half-Life 2, Arkane Studios дали геймерам то, чего так не хватало миру героев, а именно отлично проработанный экшен от первого лица, что не так-то привычно для ролевых игр. Dark Messiah of Might and Magic вернула студии Arkane интерес игроков. Игра одновременно продолжала идеи и Arx Fatalis, и классических героев. Целых четыре концовки давали ощущение важности каждого решения, хотя в целом игра и оставалась коридорным экшеном и не воплощала в себе всех черт настоящей РПГ. К счастью, Dark Messiah of Might and Magic не просто не потерялась на фоне современников, она смогла подарить жизнь и студии, и серии игр герои. Рядом, конечно, маячили конкуренты, но Arkane Studios было не до них. Они поймали свою волну и были готовы к взлету, который, увы, завершился достаточно быстро. Новая Crossing должна была стать первой в своем роде игрой. Сюжет предусматривал вторжение средневековых крестоносцев в современный мегаполис, а геймплей соединял элементы ММО и шутера. Живые игроки могли занимать места мобов и мешать другим игрокам продвигаться по сюжету. Увы, эту смелую идею пришлось отбросить. Вообще, период с 2007 по 2009 год был печально богат на замороженные и отмененные игры. Arkane Studios не стали исключением. Crossing была вторым закрытым проектом. До этого был еще четвертый эпизод Half-Life 2, в котором можно было бы вернуться в Ravenholm, но из-за упущенных сроков проект так и остался на стадии разработки, сохранившись лишь в виде нескольких моделей и скриптов. После неудач команда на время переехала в Остин и работала на подхвате у более крупных проектов. Например, Arkane помогали с мультиплеером Call of Duty World at War и работали над дизайном уровней в Bioshock 2. Но это только закалило характер французов и подарило им необходимый опыт в работе над играми-бестселлерами. Семя нового проекта уже проклевывалась. 2012 год. Время большого перелома в игрострое. Far Cry 3, Borderlands 2, Assassin's Creed 3, CS GO и, конечно же, Dishonored. Помня опыт предыдущих проектов, терпеливые французы щепетильно дорабатывали игру и не торопились с релизом. Поэтому на выходе она почти не встретила критики. Dishonored стала беспроигрышным коктейлем из More Utopia, Assassin's Creed, Hitman и Thief. Сочная в своей мрачности картинка, идеальный саундтрек, геймплей, лишенный линейности и много приятных элементов стелса от первого лица. Правда, некоторым игрокам не до конца угодил сюжет. Корва дразнили за молчаливость, будто срисованную с Гордона Фримена. А классическую историю ругали за предсказуемость, мол, главный неожиданный поворот был очевиден едва ли не с самого начала. Возможно, французы немного переоценили свою аудиторию. Главные тайны происходящего они не открывали во время катсцен, а прятали в игровые документы, аудиозаписи и многозначительные фразы сердца императрицы, которые многие игроки и вовсе не использовали больше пары раз. А между тем, разработчики наполнили игру множеством мелких деталей, которые сложно заметить, если просто пробегать локации. К примеру, при высоком уровне хаоса рисунок, который появится на стене в комнате Эмили, будет изображать пугающего человека в маске – корво-убийцу, а при низком – собственное лицо главного героя. И это только доказывает, что Arkane Studios видит свою аудиторию не толпой школьников, которым надо продать очередную войнушку, а интеллектуальной и внимательной публикой, которая хочет не только убивать стражников, но и слушать красивую историю. Dishonored быстро стала классикой стелса, а ее концовки, казалось бы, не предусматривали обязательного продолжения, но Arkane Studios не сиделась на месте, да и активность фанатов игры демонстрировала, что многие игроки еще не насытились колоритом мира Dishonored. Вторая часть рассказывает о том, что случилось с Эмили и Корво спустя 15 лет после событий первой игры. Таинственный узурпатор пытается захватить трон, и главным героям снова придется уйти в тень и заключить союз с чужим, чтобы решить проблему. Судя по геймплею, который мы уже видели, новое приключение будет ничем не хуже старого. Радоваться существованию Arkane можно было бы уже просто из-за того, что они подарили нам Dishonored. Но студия не остановилась на самом успешном своем проекте и взвалила на плечи один из самых ожидаемых долгостроев последнего десятилетия. Prey 2, точнее теперь уже просто Prey, стала жертвой собственной славы. Игру перекупали, перебрасывали между студиями, и каждый следующий разработчик обещал фанатам что-то совершенно другое. В 2011 году игроки уже были уверены, что получат желанное продолжение. В сети появились трейлеры и геймплейные ролики. Но в начале 2012 Bethesda заявили, что релиз будет отодвинут на неопределенный срок. И лишь в 2014 году появилось четкое сообщение – проект отменен. Новая Prey, за которую взялись Arkane, обещает взять все лучшее и от Dishonored, и от своей предшественницы. По словам создателей, у них много общего. Игры опять-таки нельзя уместить в привычные рамки жанров. Это не шутеры, хотя там можно стрелять, и нечистые экшены, хотя вы получите вдоволь кровавых сражений. И тем более это не РПГ, хотя вам и предоставлен выбор. Даже полноценным стелсом это сложно назвать. Вам позволено бежать на пролом, но при желании есть возможность избегать врагов и убийств. Arkane понадобилось почти два десятилетия, чтобы из маленькой команды с дерзкими идеями вырасти в студию, которая готова предложить игрокам что-то кардинально новое. Разработчики доказали – не обязательно оставаться в строгих рамках жанра, чтобы создать шедевр. И первые ролики нового проекта Prey дают надежду, что перерождение долгостроя не разочарует игроков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова